итак дамы и господа мы начинаем наш семинар давайте посмотрим на источник надеюсь его хорошо видно мы остановились прошлый раз закончу задачу 10 которая касалась того чтобы в конкретном частично упорядоченном множестве найти для конкретного же подмножество все верхние и нижние грани также если есть инфимумы и супремумы сейчас мы решим задачку один который дает нам некоторые абстрактные свойства инфим множеств верхних и нижних граней ну как вы помните б верхний треугольник это множество верхних грани множество бы а б нижний треугольник это множество нижних граней давайте посмотрим что же нам здесь с вами предлагается ну вот нам предлагается доказать например такое утверждение что или что там было вот но нам предлагают доказать что верхняя грань множество верхних грани объединения равно пересечению множество верхних граней то есть как видите операции меняется на противоположное давайте попробуем в этом убедиться почему это так значит видно доску вы можете совершенно спокойно включать микрофон если вам нужно что-то сказать просто не забывайте выключить потом значит я напоминаю б и ц это подмножество а так но вы все-таки предпочитаете чат я на него должен звук периодически пропадать ненадолго а это у всех так кого еще звук пропадает чиньи должен пропадать тоже же не могут быть когда я переключаю видео из окна в окно то есть я надеюсь что если мы будем держаться одного окна такого быть такого не будет значит ну хорошо мы рассматриваем подмножество какого-то частично упорядоченного множества но есть есть проблема вы говорите не надо так сказать оставлять меня переключаться в чат я так его не вижу значит у нас есть частично упорядоченное множество два его подмножество что вообще такое множество верхних граней это множество всех таких элементов нашего а что давайте скажем x всех иксов и за таких что эти элементы каждый из них больше или равен всех элементов б то есть вот у нас в а в а где-то живет б но что такое верхняя грань это элемент который больше или равен каждому элементу б таких элементов может быть много значит они называются так сказать верхними гранями давайте попробуем доказать это утверждение чтобы доказать 2 ну хорошо давайте напишем условие что значит что x принадлежит такому множеству мы просто сделаем некие логические преобразования это значит что для любого y принадлежащего объединению и грек меньше или равен чем x но что значит что для любого и грек принадлежащего объединению это значит что просто для любого и грек и за имеется ввиду если игрек попадает в объединение по игрек меньше или равен x так продолжаем наше преобразование значит если игрек попадает в b или игрек попадает в c то игрек меньше или равен чем x но смотрите интересное утверждение если одно или другое то третья давайте не немножко займемся логикой вот мы знаем альфа если альфа или бета то гамма когда такое утверждение истина ну вот на счет чате нам разумную дают идею насчет настроек видео ну вот это действительно может помочь значит вообще обычно у нас шестью семью человек проблем не бывает когда мы какие-то другие семинары проводим может они конечно отключают но я тем не менее продолжаю значит у нас есть такое утверждение альфа или бета влечет гамма еще раз если вы хотите что-то сказать просто включите микрофон и скажите альфа или бета влечет гамма когда это истина ну когда гамма истина или ложно такая дизюнкция то есть оба ложная но я утверждаю что это импликация логический эквивалент а вот чему значит значит из альфа следует гамма и из бета следует гамма ну действительно если это истина тогда и только тогда когда гамма истина или и альфа истина или и альфа истина и бета ложно ну а когда это истина это истина когда истины обе альфа и бета то есть когда гамма истина или другой вариант если гамма не истинно импликации истина то и то и другое ложно альфа и бета вот то есть мне кажется достаточно сам понятно что эти импликации являются логически эквивалентными Ну, еще раз. В случае альфа или бета есть гамма. Когда это так? Ну, когда в случае альфа есть гамма, и в случае бета есть гамма. Можно попытаться каким-то рассуждением это обосновать. Допустим, вот это вот дано. Если альфа, то гамма, и если бета, то гамма. Допустим, альфа или бета. Ну, тогда верно одно из двух. Либо альфа, либо бета. Без ограничения общности, скажем, верно альфа. Тогда гамма. Ну, прекрасно. В другую сторону. Пусть это дано. Хотим доказать, что из альфа следует гамма. Если альфа, то верно альфа или бета, а значит и гамма. В общем, это более-менее понятно. Итак, мы можем с вами заменить наше утверждение на логически эквивалентное. Заменяем и получим вот такую конъюнкцию. Для любого у, если у попадает в b, то у меньше или равен x. И если у попадает в c, то у меньше или равен x. Ну, а когда под квантером всеобщности верна какая-то конъюнция, что значит, что все у обладают свойством b и все у обладают свойством c? Ну, значит, все у обладают свойством b. Все у обладают одним свойством, и все у обладают другим свойством. То и другое. Ну, это можно, опять же, иначе переписать. Получаю вот такое. Для любого у из b, у меньше или равно x. И для любого у из c, у меньше или равен x. То есть, и x у нас попадает как в множество верхних граней b, так и в множество верхних границ. Я совершенно не размахивал руками, а просто, так сказать, достаточно логически рассуждая. Показал, что вот такое утверждение, оно эквивалентно такому. Итак, x является верхней гранью объединения, тогда и только тогда, когда он является верхней, принадлежит пересечению верхних граней, является верхней гранью и одного, и другого множества. На самом деле это понятно интуитивно. Ну, предположим, если b – это все студенты физтеха, c – все студенты вышки, а порядок, так сказать, умнее, что значит, что кто-то умнее всех студентов вышки и всех студентов физтеха, объединения? Значит, он умнее и всех студентов вышки, и умнее всех студентов физтеха. Я надеюсь, это ясно. Есть ли вопросы? Ну, раз никто ничего не говорит, мы считаем, что их нет. Если появятся, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. У нас было и второе равенство, что то же самое верно для их граней. На самом деле рассуждение точно такое же. Повторяйте я его не буду. Это доказывается аналогично. Или можно сказать, что если порядок перевернуть, заменить на противоположные отношения, скажем, меньше на больше, заменить на обратные отношения, то множество верхних граней перейдет в множество нижних граней. Ну, а объединения и пересечения, они как были, так естественно и останутся. Следующий пункт. Если B включено в C, то множество верхних граней C включено в множество верхних граней B. И аналогично для нижних граней. Обратите внимание, как интересно. Чем множество больше, тем верхних граней у него меньше. Соответствует ли это нашей интуиции? Прекраснейшим образом соответствует. Ведь, опять же, давайте привлечем наш пример со студентами. Если у нас B, это все студенты, ну, я не знаю, ФКНа, а C все студенты вышки. Порядок, опять же, умнее. Если кто-то умнее всех студентов вышки, то он и умнее всех студентов ФКНа. В частности. Ну, то есть, если вы являетесь верхней граней большого множества, вы автоматически являетесь верхней гранью всякого его подмножества. Ну, интуитивно это, естественно, очевидно. Но давайте дадим формальное доказательство. Любопытно, что оно легко выводится из предыдущего пункта. Надо сказать, что B включено в C тогда и только тогда, когда объединение этих множеств равно C. Ну, это достаточно просто доказать. Ну, понятно, что если объединение равно C, вообще-то очень полезно. Замена включения на равенство. Вот X включен в Y тогда и только тогда, когда их объединение равно большему множеству. И тогда и только тогда, когда их пересечение равно меньшему. Я рекомендую это запомнить. Это простое, но полезная теоретика множественного утверждения. Ну, опять-таки, давайте докажем. Ну, вот, например, первое и второе. Почему эквивалентные? Ну, если такое равенство есть, то у нас X, он заведомо включен в объединение, значит, силу равенства он включен в Y. Ура! Обратно. Если X включен в Y, то любой элемент из объединения, он либо в Y уже, либо он в X, и опять-таки в Y. Поэтому вот эта штука включена сюда. А то, что Y включен в объединение, ну, это тривиально. Надеюсь, это понятно. Опять же, если вы желаете что-то сказать, пожалуйста, скажите. Так, объединение их равно С. Но, согласно утверждению 1, мы знаем, что множество верхних грани объединения равно пересечению множества верхних грани самих этих B и C. То есть, согласно утверждению 1, мы видим, что вот такое вот множество равно с одной стороны вот этому пересечению, а с другой стороны, раз B объединенное с C равно C, оно равно такому. Ха! Что же получается? Получается, что C верхний треугольник равно B верхний треугольник пересечь, C верхний треугольник. Ну, а это, конечно, в силу вот такого вот высказывания, это равносильно тому, что C с треугольником включено, в B с треугольником. Опять же, каждый элемент такого множества, он в силу этого равенства, которое мы получили, попадает в пересечение. Ну, в частности, вот он и в B с верхним треугольником попадает. Ну, второе утверждение про нижние треугольники, оно аналогично. Итак, оказалось, что наши операции, как говорится, антитонна. Чем множество больше, тем меньше получающийся результат. Отлично. Следующий пункт, номер 3. Ну, он какой-то совсем уже хитрый. Значит, B включено в множество нижних грани, множество его верхних граней, а также во множество верхних граней, множество его нижних граней. То есть, любой элемент из B является нижней гранью, множество его верхних граней. Вот такое вот утверждение. Ну, мне кажется, оно достаточно очевидно, но может кто-то может это объяснить, почему это так? Давайте докажем одно исключение, почему оно имеет место. Никто ничего не говорит. Ну, я надеюсь, вы меня хотя бы слушаете. Запись у нас идет, впрочем, так что в крайнем случае мы обратимся к этой самой записи. Ну, вообще, уж давайте поактивнее. Продолжение следует. Значит, вы являетесь к нижней граню, правильно? Это логично. Спасибо. Давайте, тем не менее, распишем формально. То, что мы хотим, выглядит так. Это значит, что для любого у, который является верхней гранью, наш х меньше или равен этого у. Так, ну, давайте расписывать дальше. Для любого у, если у, вот такое вот расписывание, оно решает многие проблемы. Просто формальное преобразование. Значит, получается так. Дальше. А что значит, что у попадает в б верхний треугольник? Значит, для любого з, если з попадает в б, то з меньше или равен, чем у. Тогда мы хотели бы, чтобы х был меньше или равен этого у. Итак, это то, что мы хотим. А нам дано, что х попадает в б. Значит, отлично. Ну, давайте вот это вот свойство проверим. Докажем это, полагая. Нам это нужно. Вот нам это надо. У нас этого пока нет, нам это надо. Полагаю, что х таки попал в б. Ну, хорошо. Нам надо доказать импликацию. Ну, как это сделать? Доказываем импликацию. Вот нам дан какой-то у. И нам дана гипотеза. Вот посылка импликации. Для любого з из б, з меньше или равен у. Ну, и сверх того нам дано, что х попадает в б. Ну, что нужно сделать? Ну, довольно понятно. Надо просто в качестве з взять наш х. Получится, что... Значит, из того, что х принадлежит б, следует, что х меньше или равен у. Кроме того, мы знаем, что х действительно принадлежит б. Отсюда следует, что х меньше или равен у. Что и требовалось. Я доказал это совершенно, не приходя в сознание. Не думая, не воображая, не рисуя никаких рисунков. Чисто формальными манипуляциями. Эти манипуляции понятны? Вот хорошо бы уметь в этом разбираться. Это ясно или не очень? Да, все понятно. Прекрасно. Итак, ну, второе свойство доказывается аналогично. Ну, а уж третье свойство совсем какое-то дикое. Ну, то есть четвертое. Оно уж, так сказать, совсем. На свежую человеку может ужас навести. Оказывается, множество верхних граней B равно множеству верхних граней, множеству нижних граней, множеству верхних граней. Ну, и аналогично для нижних граней. Там вот такое вот было. Ну, мы не ошиблись. Так вот оно и есть при переписывании. Круто. Интересно, почему это так? Ну, вот если это доказывать руками, то у вас будет довольно много всяких формул, довольно сложные формулы с квантерами. Но руками этого делать не надо. Вы, конечно, знаете басню про чайник. Как чайник кипятят нормальные люди и как его кипятят математики? Нормальный человек действует так, грубо говоря. Если чайник полон, он ставит его на огонь. Если чайник пуст, он его наполняет и опять же ставит на огонь. А математик, если чайник пуст, наполняет его опять-таки водой и ставит на огонь. А вот если чайник полон, математик выплескивает из него воду и сводит задачу к уже решенной. Аналогичные ситуации бывают в программировании, когда вы применяете какую-то библиотеку, какой-то код, даже если задачу можно, может быть, решить непосредственно, вроде бы проще, не обращаясь к этой библиотеке. Но, тем не менее, рекомендуется к библиотеке обратиться, а не, так сказать, писать что-то там на коленке, вот непосредственно в том месте, где вы вызываете библиотечную функцию. То есть, надо понять, стоит ли овчинка такой оптимизации, выделки. Зачастую не стоит, а лучше переиспользовать какой-то код. В математике вы тоже должны использовать теоремы. Давайте вспомним, что у нас есть. Мы знаем, что если х включено в у, то множество верхних грани х, оно, множество верхних грани у включено в множество верхних грани х. То же самое с нижними гранями. И, кроме того, у меня х включен как сюда, так и сюда для любого х. Давайте подумаем, не можем ли мы, подставляя что-нибудь вместо х и у, получить то, что нам нужно. А что же нам нужно? А нам нужно два включения. Нам нужно показать, что В верхний треугольник включено в это множество. И, кроме того, нам надо показать обратное. Есть ли какие-нибудь идеи? Что, и звук пропал, и видео пропало. Все отключились? Нет, просто идеи нету. Идеи нету. Жуть. Ну, смотрите. Ну, вот, например, если я сюда вместо х подставлю. Смотрите, вот тут у нас такая последовательность. Нижний треугольник. То есть, верхний треугольник, нижний, верхний. А тут верхний, нижний. Нам надо еще один треугольник вставить. Причем верхний. Вот сюда вот писать. Как это можно сделать? Ну, мне кажется, достаточно просто. Смотрите. Ну, вот, например. Например, мы с вами знаем, что B включено в B. Верхний треугольник, нижний. Согласны? А у нас вот есть еще возможность так переворачивать включение. Что она нам даст? Что отсюда следует, если в качестве х взять B, а в качестве Y взять B, верхний треугольник, нижний треугольник. Что тогда получится? Ну, то, что нам нужно. Да, одно из требуемых включений. Совершенно правильно. Одно из требуемых включений. Вот оно. Значит, мы с вами установили половину нашего утверждения. Откуда получить вторую половину? Тут похитрее. Подсказка. Надо вот это использовать. Смотрите. Теперь нам надо верхний треугольник как бы внутрь вставить. Что нужно взять в качестве Х? Это же для любого Х. Что нужно взять в качестве Х? Может, вы не понимаете, что этот символ значит? Ну, вот скобки так стоят. Ну, господа, метод простой. Подставляем, получаем. Ну, B верхний треугольник. Да. Конечно. Тогда получится, что B верхний треугольник включено в B. Верхний треугольник, нижний треугольник, верхний треугольник. Вот и второе включение. Итак, мы оба включения доказали. А два включения означают равенство. Равенство, которое уже менее интуитивно. Что вот верхние грани B, это оказывается в точности верхней грани, нижних грани, его верхних грани. При том, что нельзя сказать, что B равно множеству нижних грани, его верхних грани. Оно лишь туда включено. А то, что равно, это не обязательно. Можете объяснить, пожалуйста, я не понимаю, почему B включено в B верхний треугольник, нижний треугольник. B верхний треугольник, это какая-то лучшая часть B. Это не лучшая часть. Это не обязательно часть B. Это элементы, которые больше всех элементов из B. Или равны им. Они не обязаны в B лежать. Вот B, а вот верхние грани. Ну, окей, мы берем какие-то два элемента, которые сильно больше B. Берем потом какой-то один элемент, который... Ну, дальше у нас нижний треугольник, да? То есть мы берем какой-то элемент, который вот прям чуть-чуть меньше, чем... Он меньше всех вот этих. А почему у нас... Ну, почему B у нас будет принадлежать ему? Ну, идея в чем? Причем, смотрите. Вот мы взяли какой-то элемент, который лежит в B. Правильно? Угу. Но если он лежит в B, то любая верхняя грань, она его больше или равна. Да. Ну. Ну, значит, сам этот элемент является нижней гранью множества верхних граней. Окей. Для любого X из B и для любого Y из верхних граней мы видим такое. X меньше или равен, чем Y. Правильно? Любая верхняя грань множества B, она больше или равна любого элемента из B. Правильно? Да, я понял. Спасибо. Значит, X является чем? Значит, X является нижней гранью. Это можно так истолковать, что X меньше или равен всех их. Еще вопросы? Так, больше вопросов видно не имеется. Мы переходим к следующей задаче. При каких условиях подмножество чум является цепью и антицепью одновременно? Также надо найти все цепи и антицепью в линейно упорядоченном множестве. Так, давайте прежде вспомним, что такое цепь и антицепь. С доски, пожалуйста, отрем. Итак, вот у нас есть какой-то чум. C – это подмножество нашего чума. Мы говорим, что C – цепь. Когда? Тогда и только тогда, когда любые два элемента этого C сравнимы. Ну, вот в таком смысле. Меньше или равно, или Y, или больше или равно. Y – либо меньше равен Y, либо больше равен ему. То есть, это такое подмножество, где любые два элемента сравнимы. Давайте какой-то чум нарисуем. Вот у нас есть чум. Например, я считаю, что нолик меньше единицы, меньше двойки. И, ну, вас смущают эти числа, потому что я заметил, что многие студенты порядок интерпретируют на числах всегда как естественный. Давайте я их назову не числами, а как-нибудь еще. Например, A, B, C, D. Вот такой порядок на каких-то четырех различных точках. Ну, разумеется, A тоже меньше, чем D, но те стрелки, которые нужны по транзитивности, мы не рисуем. Какие здесь есть цепи? Давайте обведем некоторые множества, где любые два элемента сравнимы. Ну, например. А, B, D. А, B, D. Вот. Вот типичный пример цепи. Еще. Длина этой цепи 3, между прочим. Еще цепь. А, C. Так, видите, цепи могут пересекаться. Еще цепь. По идее, из одного элемента тоже цепь. Ну, конечно, любой элемент один, тоже цепь, безусловно. А вот, например, B, C, D. Это цепь? Нет. Нет, это не цепь, потому что B и C несравнимы. Отлично. Это цепи. А еще бывают антицепи. Мы говорим, что D – это антицепь. Если любые два подмножества... Извините, любые два элемента в этом подмножестве несравнимы. В следующем смысле. Тут строгое. Потому что бывают случаи, когда X и Y совпадают. Нам надо, чтобы неверно было, что X меньше Y, и неверно, что Y меньше X. То есть, между ними сравнения строгого нет. Скажите, пожалуйста, здесь есть антицепи? Какие? Ну, B и C, да. B, C образует антицепь длины 2. А здесь есть антицепи длины 3? Нет. Нету. А есть антицепи длины 1? По идее, одиночные элементы. Конечно, они тоже антицепи. Потому что если множество одноэлементов на X и Y совпадают, то ведь X, он же не меньше, чем сам X. Не меньше и не больше. Так что, конечно, одноэлементные множества являются и цепями, и антицепями. Это довольно важное замечание. А сейчас перед нами стоит вот какой вопрос. Нам дано, что X какое-то подмножество, ну, давайте скажем не X, а какие есть буквы H, и H – цепь и антицепь. Когда такое может быть? Что это значит? Давайте попробуем понять. Это значит, что для любых двух XY из H верно, что X меньше или равен, чем Y. или Y меньше или равен, чем X. Но также, потому что это антицепь, мы точно знаем, что X не меньше, чем Y, и Y не меньше, чем X. Что же означает это условие? Мы можем его как-нибудь упростить? Может, у кого-то есть ответ? Какие подмножества являются цепями и антицепями одновременно? Одноэлементные. И всё? Ну, те, у которых Y равно X, и X равно Y. То есть… Ну, какие? Одноэлементные, но только ли? На самом деле, не только. Ну, давайте раскроем вот тут вот скобки и посмотрим, что получается. Вы вообще согласны, что вот имеет место такое логическое тождество? Если выполнено альфа или бета и гамма, то это происходит тогда и только тогда, когда выполнено альфа и гамма или бета и гамма. Согласны? Давайте раскроем скобки. Что здесь будет? Тут будет X меньше равно Y, и X не меньше, чем Y, и Y не меньше, чем X. Так, а во втором у нас будет что? Y меньше или равен, чем X, но и X не меньше, чем Y, и Y не меньше, чем X. Ну, возникает естественный вопрос. А что вообще значит? Когда так бывает, что X меньше или равен, чем Y, но не меньше? Что это означает? Множество, где одинаковые элементы, сколько угодно одинаковых элементов. Но это одноэлементное множество. Дело в том, что одинаковые элементы, они на то одинаковые, что они не различаются. Вот это надо понять, что в множестве не бывает, повторов элементов. Почему? Ну, потому что множество – это как бы такая штука, которая говорит, принадлежит элемент ему или нет. Это такой тест. Ну, либо 0, либо 1. А сколько там раз он принадлежит, этого понятия, эта информация в множестве не содержится. Значит, ну, у меня вопрос-то конкретный. А когда бывает, что X меньше или равен Y, но не меньше? Ну, равны. Когда равны? Конечно, это значит, что они равны. X равен Y. А здесь получается Y равен X. Ну, на самом деле, эти утверждения, они эквивалентны, поэтому их можно заменить на одно. Получается, что наше условие такое. Любые два элемента нашего множества совпадают. Вот, оказывается, какое условие. Для любых X и Y из H X равно Y. Ну, понятно, что это будет в одноэлементном множестве, разумеется. Но это и в пустом множестве тоже будет. Почему? Ну, для любых элементов пустого множества верно все, что угодно. Вот если я вам скажу, любые два крокодила в Москве-реке имеют одинаковую длину. Вы с этим согласитесь или нет? Да, да, потому что из-за лжи могут следовать, что угодно. Да, мы предлагаем, что их там нет. Из-за лжи следует все, что угодно. Если X и Y уж попали в пустое множество, если они ухитрились, то, конечно, они равны. Ну, а так как все наши преобразования были эквивалентными, мы видим, что это условие равносильно тому, что H цепь и антицепь. Надеюсь, это ясно. Если нет, пожалуйста, спрашивайте. Ну и второй вопрос. Допустим, что у нас A – это лум, линейно упорядоченное множество. Что это значит? Что значит, что порядок линейный? Как это определяется? Кто помнит? У него нет ответвлений? То есть, как бы… Ну, нормально, как это сказать? Ну, можно сказать, что у него нет ответвлений. Что любые два сравнимы. Правильно, вот. Любые два сравнимы. Обратите внимание, это очень похоже на определение цепи. Только вот одна маленькая разница. Цепь – это линейно упорядоченное под множество. Вот в самом цели у быет два элемента сравнимы. А если весь порядок линейный, то он сам является целью. Вот это равносильно тому, что А – цепь. Ну, вот в самом этом вот чуме. Вот что такое линейно упорядоченное множество. Вопрос. Вот при условии, что наш порядок линейный, а С является его подмножеством. Вопрос. Когда такое С является цепью? Когда? Всегда. Всегда является цепью. Но если утверждение равносильно истине, оно истинно само. То есть, на самом деле, любое подмножество линейно упорядоченного множества является цепью. Ну, действительно, если любые два элемента ВА сравнимы, то любые два элемента в любом его подмножистве тоже сравнимы. Я надеюсь, это ясно. Согласна? Да. Следующий вопрос. Это вот какой. Он похож на одну из задач домашнего задания, на самом деле, ну, как бы является подсказкой к ней. Задача эта вызывала много кривотолков. По той причине, что, ну, может быть, не все осознают, во-первых, что такое цепь, что это подмножество. И там все элементы, значит, различные. Не бывает одинаковых, но вместе с тем, которые почему-то считаются разными. А во-вторых, ну, не все все-таки различают включение и принадлежность, к сожалению. Вот у нас частично упорядоченное множество. Мы рассматриваем такое. Давайте такой номер-то у задачи. Я рискую притормозить видео, переключаясь. Тринадцатый. Значит, задачка тринадцать. Вот у нас есть все подмножества натурального ряда, и они упорядочены включением. Ну, там всякие есть подмножества. Я не знаю, там, например, подмножество один, подмножество четыре-два, включено множество всех четных, которые включено, там множество всех натуральных. Ну, вот что-то такое. Вот у нас есть такой чум. Вопрос, существует ли мы к этим построить пример такое множество, такое семейство подмножеств натурального ряда, такое, что С – это цепь, и в С есть наибольший элемент, наибольший в смысле включения, не в смысле мощности там или чего-то, а наибольший в смысле включения. То есть, в который включаются все. Но нет наименьшего. То есть, по идее, наша цепь, она какая-то такая. Вот А1, в него включено строго, они не равны, они все разные. А2, туда включено А3, вот как-то так. Можем ли мы что-то такое придумать? Есть наибольшее, но нет наименьшего. А наоборот, можете, чтобы наименьшее было, наибольшего не было? Если сразу трудно такую задачу решить. Ну, чтобы наименьшее было, наибольшего не было, можно попробовать как-нибудь сделать... Ага. А, ну, нам нужно цепь, нам нужно цепь, простите. Ну, вот, да. Ну, вот, да, пустое. Да. Добавить туда нолик, потом единичку, потом двоечку. То есть, в качестве такой штуки, вот, когда наименьше есть, но нет наибольшего, можно взять вот наше множество все, ноль подчеркнутая, один подчеркнутая, два подчеркнутая. Все такие штуки. Эта цепь... Ну, почему эта цепь? Сейчас докажем. Так как н подчеркнутая, включена подчеркнутая, тогда и только тогда, когда... Когда н меньше м. Правильно. То есть, этот порядок изоморфен линейному, а вот это линейный порядок. Любые два натуральных числа сравнимы, в смысле, вот, меньше или равно. Значит, это цепь. Любые два сравнимы. Либо одно включено в другое, либо второе в первое. Здесь, конечно, есть наименьший. Это пустое. Здесь, естественно, нет наибольшего. Ну, почему нет наибольшего? Ну, потому что любой н всегда строго включается в н плюс один. Ни одно из них не может быть наибольшим. Вот в этой цепи нет наибольшего. Вообще наибольшее подмножество есть. Это все натуральные. Но в эту цепь оно не входит. А можем ли мы как-то изменить этот пример и получить цепь без наименьшего, но с наибольшим? Может, кто-то уже догадался? Надо вот здесь все перевернуть включение. Как это можно сделать? Как перевернуть включение? Ну, взять множество дополнения. Да, совершенно правильно. Очень хорошая мысль. Смотрите. Вообще всегда А включено в Б тогда и только тогда, когда дополнение А включает в себя дополнение Б. Дополнение меньше, множество больше. Ну, то есть, наша основная идея вот какая. Давайте возьмем дополнение. Натуральные числа без n подчеркнутого. Такие возьмем множество. Это, естественно, цепь. Ну, почему? Когда n минус n подчеркнутое включено в n минус m подчеркнутое. Ну, тогда и только тогда, когда m подчеркнутое включено в n подчеркнутое. То есть, m меньше равно n. Так сказать, меньше то множество, из которого больше выбросили. Давайте для наглядности. n плюс 1, n плюс 2. А в смысле такого порядка любые m и n сравнимы. Значит, и здесь любые множества сравнимы. Есть ли здесь наибольший? Если есть, то какой? Ну, никакого наибольшего нет. Нету наибольшего? Да как же нету? А вот такое множество? А, ну, да. Да, 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 да. Это я перейдил в следующую задачу. Смотрите. n минус 0 строго включает в себя n минус 1. Строго включает в себя n минус 2 и так далее. Есть наибольший, но нет наименьшего. Почему? Потому что, если взять n минус m, то оно все еще больше, чем n минус m плюс 1. Понятная идея? Можете еще раз повторить. цепь, это когда все множества, входящие в нее, сравнимы? По длине. Нет, не по длине, а в смысле включения. Нет. Не по корочеству. Элементы этих множеств сравнимы между... Ну, что-то... Не сами элементы, а множество сравнимы. Из множества одно является под множеством другого. Ну, то есть, что такое... То есть, элементы считаете сравнимыми, да? Не-не-не-не-не-не. Я картинку вам нарисую. Ну, я понял. Вот цепь выглядит так. Одно множество включено в другое. Мы сами элементы не сравниваем. Мы лишь говорим, что любой элемент одного множества является элементом другого. Понятно, что такое включение теоретика множественное? А дальше мы говорим, что в семействе вот этих вот подмножек множеств, какие два не возьмите, одно из них будет включать в себя другое. Либо там А включает в себя Б, либо Б включает в себя А. Картинка такая получается. И вот вам надо скомбинировать два подхода. Вам надо в ДЗ здесь же построить цепь, у которой нет ни наибольшего, ни наименьшего. Это довольно несложно. надо только заметить, что вот тут вот вы же не обязаны стартовать именно с Н. Достаточно любого бесконечного множества. Ну, в общем, подумайте. есть еще вопросы? Ну, Коля, нет вопросов. В Сочи бесконечный. Кто бесконечный? Н. Да. Но Н бесконечный, но Н является наибольшим. А нам надо построить цепь, у которой нету наибольшего. Нам надо что-то еще добавить в Н. То есть, надо не Н использовать для старта, а что-то другое. Но тоже бесконечный, потому что нам надо уметь построить от него бесконечную уменьшающуюся цепочку, бесконечную возрастающую. Подумайте, какое множество можно взять. Это очень просто. Если бы я сказал ответ, вы бы удивились, насколько это просто. Так, 14-е. Изоморфиз. Докажите, что порядок рациональных устроен не так, как порядок целых. И порядок рациональных устроен не так, как порядок вещественных. Ну, эта задача хороший повод вспомнить, что же такое изоморфизм. Такс. Ну, вот, если у нас есть два чума, вот такой какой-то, и какой-то такой чум, мы говорим, что альфа – это изоморфизм между ними, тогда и только тогда, когда, во-первых, альфа – это биекция между самими множествами а и b. А, во-вторых, она уважает порядок, является, как бы, в обе стороны монотонной. х меньше а, меньше и ги, в смысле а, тогда и только тогда, когда альфа от х, меньше, альфа от у, в смысле b. Ну, мы говорим, что два чума просто изоморфны, тогда и только тогда, когда между ними какой-то изоморфизм существует. то есть, изоморфизм – это биекция, сохраняющая порядок вот в обе стороны, в указанном смысле. Итак, в нашей задачке 14а поставлен такой вопрос. Являются ли изоморфными множество целых, порядок целых и порядок рациональных? Вот как вы считаете, может ли между ними быть биекция, сохраняющая порядок? Ну, скорее всего нет, потому что, чтобы сохранился полностью порядок, нам нужно целые отображать, по идее, тождественно в целые, а обратно мы там объективно никак не построимся. Ну, да, почему только обязательно целые в целые? Почему? Может, можно как-то по-другому? Ну, вы согласны, что вообще эти множества равномочны? Да. Оба счетные, но не может быть биекция, сохраняющая порядок. Как это доказать? Доказывают это так. Допустим, такая биекция есть. Допустим, вот существует эзоморфизм этих двух порядков. ну, вот он, например, ну и куда-то отображает, и единичку куда-то отображает. Мы априори не знаем, что в целое. Но отображает в какой-то альфа от нуля и альфа от единицы. Я скобки не пишу. Скажите, пожалуйста, в чем проблема дальнейшая? Нам надо противоречие получить сейчас. Ну, между ними какие-то элементы? Между кем и кем? Между альфа 0 и альфа 1. Совершенно правильно. Совершенно справедливое замечание. Ну, просто нам не хватит элементов для обратного отображения. Ну, почему не хватит? Их же там и там счетно много. хватит-то хватит, но порядок не удастся сохранить. Потому что у нас между 2 рациональные будут еще 1 рациональный засунуть. Вот эти вот, которые между альфа 1 и альфа 2, между нулем и единицей. Ну, правильно. Смотрите, рассмотрим Q. Вот их арифметические средние. Это же рациональное число. Рациональное. Что же мы видим? Я вижу, что альфа 0 меньше чем Q. и Q меньше чем альфа 1. Но альфа это биекция, а значит сюрекция. Это сюрекция из целых в рациональное. Значит, у Q есть прообраз. Значит, существует такое натуральное, целое число N такое, что альфа от N равно Q. Вот оно оказывается есть. Вот наше Q. Значит, где-то есть такой, я его неправильно рисую, неправильной позиции, но, как вы знаете, геометрия, искусство правильных рассуждений на неправильных чертежах. существует вот такое вот N. И мы видим, что альфа от 0 стало быть меньше, чем альфа от N, меньше, чем альфа 1. Но изоморфизм уважает порядок в обе стороны, поэтому по определению изоморфизма должно быть, что 0 меньше, чем N, меньше, чем 1. Вот должно найти такое целое. Такого целого, разумеется, нет. Разумеется, из такого предположения вытекает противоречие. Значит, предположим, что изоморфизм есть, мы получили противоречие, а значит, изоморфизма нет. Это ясно? Да. Ну, прекрасно. 14 B. тут вопрос даже проще. Ну, это смотря как подойти, конечно, к нему. А есть ли изоморфизм между вот такими? Давайте сразу отметим, что вот тут вот изоморфизма на самом деле нет. Они не изоморфны. Давайте на нашей доске это зафиксируем. А есть ли изоморфизм между порядком рациональных и порядком вещественных? Как они устроены? Одинаково или по-разному? Ну, мы знаем, что нет биекции. О, вот, 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 Дело в том, что если есть изоморфизм, если бы он был, то была бы биекция. Это по определению. А ее мы знаем нет. Почему? Напомним. Так как Q это счетное множество, а R равномочна 2 в степени n равномочна P от n. А P от n никогда не может быть равномочна n. Никакое множество не равномочна множеству всех своих подмножеств. Такая теорема Кантера. Так. Но вот, что интересно, мы в нашем курсе не располагаем средствами это проанализировать, но тем не менее, вот, как бы, если можно так сказать, за вычетом разной мощности они устроены совершенно одинаково. То есть, если вы напишите какую-нибудь формулу, например, для любого x, для любого y, если x меньше, чем y, то существует z, который находится строго между x и y, или еще какую-нибудь формула. Вот любая формула, любое свойство порядков, которое можно записать вот такой формулой про элементы, оно будет одновременно истинно или одновременно ложно как для q, так и для r. Вот это довольно интересно. Но чтобы это установить, нам нужно, конечно, более тонкий анализ провести. То есть, по модулю того, что там разное число элементов, ну вот, как бы, локально для конечного числа элементов они всегда устроены одинаково. Понятная идея? Отличнейшая. Задача 15. Ну, тут у нас тоже будет напоминание вещей, которые мы хорошо знаем. А сама задачка, ну, она такая туповатая алгебраическая задача. Допустим, у нас есть операция бинарная на множестве а. Ну, как вы, наверное, знаете из первого семестра, операция это просто функция двух аргументов. И вот эта функция фи, она удовлетворяет условиям коммутативности, ассоциативности и демпатентности. Ну, может, вы позабыли, что это значит, я тогда напомню. Значит, что нам дано? Нам дано какое-то может судьбое. Нам дана функция фи, которая принимает пару элементов, возвращает один элемент. И она удовлетворяет вот таким условием. Идемпатентности. Фи от х равно х. Это называется идемпатентность. так сказать, потенц это степень. Вот степень, как бы я х умножаю на х. Получается х, х квадрат равно х. А идемпатентность, коммутативность, ну, как сложение коммутативное, х плюс у равно у плюс х. Тут то же самое, только абстрактно. Фи от х равно фи от у х. Так. И третье свойство, это свойство ассоциативности. Ну, если сложить х и у, потом добавить з, получится то же самое, как если к х добавить сумму у и з. Ну, и здесь у нас, соответственно, будет вот, что фи от фи от х у и з равно фи от х от фи и з. Вот такие свойства. Понятно это? Да. Можете привести пример такой операции на каком-нибудь множестве? Пример а и фи? Вот вы в первом семестре изучали разные там манипуляции с нулями, единицами? Ну, это ноль единица и или. Да? Или же? Да, можно и так. но можно и взять результат не изменится. А вот другой пример. А все натуральные. А фи это максимум или минимум. Ну, да, это как-то первое, о чем подумалось. Вот. Но это еще не все. сейчас мы с вами забабахаем еще какой-нибудь пример. А это все подмножество какого-нибудь множества У. Вот какая есть операция на множествах, которая была бы коммутативной, ассоциативной, демпатентной? Знаете такое? Какие вы знаете битарное? Объединение. Ну, то есть объединение и пересечение. Да, да, потому что мы знаем, что, например, объединение х и х равно ху, объединение х и и равно объединению у и х, а объединение х и у, объединенное с з равно вот такой штуке. Ну, и тоже и с пересечением. Но это еще не все. Помните, мы с вами теорию чисел изучали? Припоминаете или нет? Ну, было такое вроде. Было, было, определенно было. Там тоже были некие бинарные операции. Какие же у нас там были бинарные операции? Всятие по модулю. Ну, она разве бинарная? А, ну, в смысле х остаток по модулю М. Ну, нет, она не удовлетворяет таким свойствам, потому что остаток х по модулю х, это нолик, а не х. Другая какая-то операция. ну, нод надо взять. А, вот так. Но это тоже неправда, потому что нод от минус двойки и минус двойки равен двойке, а надо, чтобы минус двойка была, поэтому надо здесь взять не натуральный, не все целые, а натуральный, тогда все будет хорошо. Вот нод, ну и ног. Смотрите, нод у нас является идемпотентом, ну, всякому понятно, что нод, конечно, коммутативен, ну, и мы еще доказывали на семинаре, что нод ассоциативен. Может, вы даже помните. Да, было такое. А знаете, почему это так? А потому что нод к максимуму. Да. Вот если мы разложим наши числа, только там надо взять натуральное без нуля. Почему? Ну, потому что нод нуля и нуля это не ноль. Почему это не ноль? Любое число подходит, ну, единицы, например. Потому что вы сравниваете неправильно. Вот вас, уж извините, вы позабыли что-то из нашего курса. Что такое нод? Определение. D это нод, а и B тогда и только тогда, когда D является общим делителем, он делит то и другое, правильно? И, и, нет, нет, он не больше как натуральное число всех общих делителей, а для любого общего делителя любой общий делитель делится, точнее говоря, делит, любой общий делитель делит наше D. То есть, он наибольший по поделимости. Он наибольший поделимости. Тогда у двух нулей есть нод. Почему? Потому что ноль это число наибольшее поделимости. Помните? Да, да, я вспомнил, спасибо. Вот, наибольшие поделимости. Мы специально так нод определили, чтобы в отличие от школы младшей, он у нас был определен для любых пар натуральных. А ноль делится на любое число, значит, он делится на любой общий делитель этих чисел. Но вот здесь, когда числа не нулевые, то все сводится к максимуму, потому что как получается вот такой нод? Надо взять максимум, каждое п надо взять вот в такой степени, да? Ну, а здесь вот напротив в такой степени. Ну, а потому что максимум удовлетворяет свойства ассоциативности, это одно и то же. Вот дофига похожих примеров. Есть такая хорошая фраза. Маломальский квалифицированный математик видит аналогии утверждений. Выдающийся математик видит аналогии между теориями. А уж прям совсем такой супер-пупер математик видит аналогии между аналогиями. Ну, это, конечно, придумали жрецы теории категорий, которые вся вот она и является этими самыми аналогиями между аналогиями. Но вообще аналогия играет в математике огромную роль. Вы видите, что есть нечто общее, и надо это общее вырвать, надо его исследовать. Давайте сделаем некоторый шаг. Давайте по определению мы скажем, что х меньше или равен у, х и у это элементы нашего на котором есть функция фи. Тогда и только тогда, когда фи от х и у равно х. То есть х меньше или равен у, если фи вот ему равно. Давайте посмотрим, что такое определение даст в наших примерах и или. Так. Ну, вот у нас есть два бита, и мы говорим, что бита 1 меньше или равен бита 2, тогда и только тогда, когда и, допустим, b1, b2 равно b1. Когда конъюнк с их равной b1, как вы считаете? конъюнк с их до b1 0. Не только. b1 0 или еще второй случай. b2 равно b1 0. И то, и другое равно единице. Так. Ну, значит, чему это соответствует? Это соответствует тому, что действительно b1 вот просто как число, как 0 и 1, он меньше или равен. То есть, это значит, что неверно, что b1 равно 1 и b2 равно 0. На самом деле, это импликация логическая. Это имеет место тогда и только тогда, когда импликация истина. Надеюсь, ясно. Ну, давайте вот в этом примере посмотрим. x меньше или равно y тогда и только тогда, когда их минимум равен x. Согласна? Да. Это имеет место для обычного порядка. А если я возьму вот такое вот равенство максимум x и y равен x. Когда максимум x и y равен x? Когда x больше равно y. больше равно y. То есть определяется другой порядок противоположный. Не меньше или равно, а больше или равно. Так, а если мы теперь эту же конструкцию сюда применим? x меньше или равно y тогда и только тогда, когда пересечение этих двух множеств равно x. плюсу это что означает? Пересечение двух множеств равной одному из них мы это проходили сегодня, напоминали, когда? x вложено в y. y равен x. Ну-ка, что значит, что наибольший общий делитель x утверждение, что это действительно нестрогий порядок всегда. Не только в наших частных случаях, так как потенциально в наших частных случаях может еще есть какие-то свойства. А вот этих трех свойств фи достаточно, чтобы утверждать, что перед нами частичный порядок. Ну, нестрогий в данном случае. Давайте проверим наши свойства. И этим закончим сегодняшний семинар, благо это недолго. Рефлексивность. Ну, что же, что мы хотим? Нам нужно, что x меньше равно x, правильно? Да. По определению это эквивалентно тому, что фи от x x равно x. А это правда? Да. Вот у нас есть свойства идемпотентности, который говорит, что это правда. значит, это правда все. Симметричность. Дано x меньше равно y. Хотим y меньше равно x. Так, ну, что же нам дано? нам дано, что фи от x y равно x. Да, задачка. А хотим мы, что фи от y x только не симметричность нам нужна, а антисимметричность. видите, я какую глупость несу, а вы ничего не говорите. Так, 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 так. Антисимметричность. Нам уже порядок, неэквивалентность. антисимметричность. Значит, нам в варианте симметричности нам дано, что x меньше или равен y и y меньше или равен x. Хотим? Что мы хотим? Что должно быть? Что антисимметричность? Это если если x меньше равен y, y больше равен x. Нет, антисимметричность означает, что тогда x равно y. То есть, если есть такое сравнение и такое, то они обязаны быть равны. Давайте проверять. Нам дано вот что. φ от x y равно x и φ от чего там просто подставляем от y x равно y. Как нам получить, что x равно y? Из какого свойства это следует? Из второго. Да, из коммутативности, конечно. Ну, действительно, мы видим, что x равно φ от x y, что по свойству коммутативности, которое нам дано, равно φ y x, что, как мы знаем, дано равно y. Вот, получили. Так, антисимметричность есть, и последнее свойство, это транзитивность. В транзитивности нам дано, что x меньше или равен y, и y меньше или равен z. А хотим мы, что мы хотим в транзитивности? x меньше равно z. Правда? Так, ну-ка, значит, тут мы знаем, что φ x y равно x, а φ y z равно y. А хотим мы φ чтобы φ x z было равно x. Мы можем это получить? Ну, по ассоциативности как-то, да. Так, что мы делаем? Это равно Это равно φ от x запятая y фи от x запятая φ от y запятая z скобка скобка. Ну, да. сделать такую замену. Правильно? А дальше воспользоваться ассоциативностью. Правильно? А дальше вот этим равенством. Так, а что такое φ x y? А это x. Итак, φ x z равно x. Значит, x меньше или равен z по нашему определению. Понятно это? Да. Итак, мы доказали, что если такие свойства выполнены, таким образом всегда определяется порядок. Ну, на следующий раз нам остается такое утверждение еще из задачки, пожалуйста, не забывайте о ней, что у нас φ x y будет всегда равно инфимуму наших двух элементов, ну, вот, в смысле порядка, который мы с вами ввели. Ну, приведите естественный пример, мы это уже на самом деле сделали. То есть, нам остается только второй пункт обосновать. Попробуйте это сделать самостоятельно. Я надеюсь, вы помните, что инфимум. Это нижняя грань, число, которое меньше равно как x, так y, причем является наибольшим среди таких чисел. Есть ли какие-нибудь вопросы, возражения, замечания? Вот, я хотел спросить про тот номер, где у нас было n подчеркнутое, помните? Вот. Да, процент. Мы там можем ввести какое-то ограничение на n? Ну, вот, может быть, это n. Допустим, я могу сказать, что это будет все n, кроме нуля. Ну, конечно, можете. То есть, если я вас правильно понимаю, вы предлагаете рассмотреть вот такое множество. вот, например, все n натуральные, но не равные нулю. Да. Ну, конечно, почему нет? А вот, если мы возьмем такой пример, то это будет подходить или нет? Нет, конечно, потому что здесь есть наименьший элемент. Ну, я имел в виду вот эти обратные. Если мы возьмем обратный, здесь будет наибольший элемент. А наибольший будет вот этого множества. Натуральный минус 0, натуральный без нуля. Ну, у нас же нуля нет. Ну, если вычесть один какой-то элемент. но он все равно будет наибольшим вот в этой цепи. Больше его никого нет в этой цепочке. Ну, я просто думаю, а как мы можем что-то вычесть и при этом все равно не иметь большего элемента? Ну, что-то вычесть и все равно не иметь большего. так вы начните не с натуральных. Вот натуральный интересный и натуральный и вот этот ваш пример. К ним можно прибавить лишь конечно много элементов. А вы возьмите такое множество, чье дополнение бесконечно. Возьмите множество, из которого можно как вычитать, так и добавлять к нему бесконечно много элементов. Ну, сколько угодно. не бесконечно много, а конечно много элементов, но сколько угодно. Вам нужно взять множество самой бесконечной с бесконечным дополнением. Таких множеств полно. Даже вот просится пример, но я все-таки удерживаюсь. Хорошо, спасибо. Вот подумайте в этом направлении. Только не забывайте, что мы сравним их по включению, а никак иначе. Еще, пожалуйста, вопросы. Спасибо.